Министерство сельского хозяйства собирается выделять гранты на подготовку специалистов, которых остро не хватает в агропромышленном комплексе. О том, почему это бессмысленная трата денег, сегодня и поговорим. Здравствуйте, сегодня среда, 13 декабря. С вами Максим Блант и Свежая новость дня. Итак, Министерство сельского хозяйства предлагает выдавать образовательным организациям целевые гранты на подготовку специалистов, в которых остро нуждается российский агропромышленный комплекс. Финансировать собираются программы длительностью от 3 до 6 месяцев. На каждого обучающегося потратят до 60 тысяч рублей. Зачем все это нужно? Министерство отмечает, что отрасль испытывает критический, и это их определение, дефицит кадров. Сельхозпредприятиям не хватает минимум 173 тысяч работников. Причем битва с промышленностью за дефицитные рабочие руки пока складывается явно не в пользу сельского хозяйства. Решат ли проблему придуманные министерскими чиновниками гранты? Очевидно, нет. Хотя бы потому, что зарплата на селе сильно отстает от городской. По данным Росстата, в среднем по России, на конец третьего квартала нынешнего, 23-го года, зарплата была чуть выше 70 тысяч рублей, а в сельском хозяйстве чуть выше 50. И даже если все трактористы, комбайнеры и операторы машинного доения поголовно пройдут трехмесячные курсы повышения квалификации, но зарплату им продолжат платить прежнюю, толку от этого никакого не будет. Как был отток кадров на промышленные предприятия, где платят больше, так он и останется. Не говоря уже о том, что в оборонной промышленности много других плюшек, помимо зарплаты. Например, бронь на случай очередной волны мобилизации. Если же вдруг случится чудо, и сельхозпредприятия смогут предложить прошедшим переподготовку трактористам больше того, что те смогут заработать в городе, это приведет к новому витку зарплатной гонки. Тогда уже Министерство промышленности выделит пару миллиардов на гранты для курсов повышения квалификации слесарей, токарей или операторов станков с ЧПУ. И уже это станет благовидным предлогом для роста зарплат, но в промышленности. Да и не повысит никто существенную зарплату агрария. Продовольственная инфляция для нынешнего правительства – больное место. Цены там повышать, скажем так, не рекомендуется. А существенно повышать зарплаты, не повышая при этом цен на продукцию – прямой путь к банкротству. Так что нынешняя инициатива Минсельхоза – это, с одной стороны, жест отчаяния, а с другой – демонстрация рвения и усердия. Если не можешь решить нерешаемую проблему, надо хотя бы создать иллюзию бурной деятельности. А проблема дефицита кадров в агропромышленном комплексе, да и не только там, нерешаемая. Поскольку у государства сейчас совсем другие приоритеты. И пока война вместе с ней и мобилизационная экономика не уйдут в прошлое, будет становиться только хуже. И Путин все чаще будет публично допрашивать профильного министра о ценах на яйца, гречку, курятину, для огурца с помидорами. А на этом у меня на сегодня все. С вами был Максим Блат. До встречи.